Приветствую вас, друзья, и мы снова заступаем в полицейский патруль в GTA 5. И сразу у нас первый вызов, это какой-то возможный разбой или нападение. Сейчас посмотрим, что же там происходит. Итак, я уже подъезжаю, давайте смотреть, что здесь происходит. По-моему, кто-то вызвал просто полицию. Так, дама какая-то вышла. Может, мне нужно подальше находиться? Пока не очень понимаю, что происходит, но, по-моему, какой-то чувак в фургоне выехал. И, собственно, направляется как можно дальше. Ладно, давайте его попробуем тормознуть. Скорее всего, это и есть преступники. Да, и довольно быстро они передвигаются. Хотя вот сейчас затормозили. Так, я вижу как минимум два человека. Давайте попробуем их просто тормознуть, остановить. И, похоже, они останавливаться-то и не собираются. Так, один из них выбежал, хотя он там один, что ли, был? Выбежал и, собственно, побежал как можно дальше. Ничего, я не понял опять, что происходит. Давайте возьмем шокер на всякий случай. Блин, давайте его догоним. Чего-то я не хочу за ним бежать пешком. Давайте его догоним на нашем автомобиле. Так, я надеюсь, он не сбежит от нас. Ну, вряд ли. Он все-таки пешком, а я на машине. Сейчас мы его догоним. Ой! Вот он и упал от страха. Так, давайте его перегоним даже, чтобы вот тут вот прямо его поймать. А он хитрый! Хитрый ублюдок. Стой! Блин, промазал. Он сейчас должен споткнуться или сейчас его собьют. Сбей, сбей, чувака! О, молодец, молодец, молодец! Почти помог. Так, все, мы остановили его. Не знаю, короче, что произошло, но вроде обычный домушник, что ли, залез кому-то в дом и хотел, собственно, что-то украсть, наверное, или кого-то убить. Не знаю, может, это и не домушник. Так, давайте тогда вызовем помощь. И очень интересно посмотреть, собственно, что у него было в фургоне. Где его фургон был? Так, по-моему, где-то наверху. Давайте подъедем и посмотрим, что там в фургоне. Возможно, там краденая вещь. Все, преступника увезли. Вот его фургон. Давайте посмотрим, что же там внутри скрывалось. Ну, скорее всего, там ничего, наверное, нет. Чувствую я. Но все равно посмотреть хочется. Хочется. Так, давайте. Я могу же обыскать? Да, фургон я могу обыскать вроде. Эм, так. И что там? Ничего интересного. Понятно. Тогда мы так и не узнаем, кто этот чувак. То ли грабитель какой-то. Ну, не знаю. По-моему, он влез кому-то в дом. И, собственно, когда мы приехали, он уезжал уже на своем фургоне. И я подумал, возможно, он ограбил этот дом. Хотел скрыться, но нет. Вот, похоже, что нет. А может и да. Этого мы уже никогда не узнаем. Итак, следующий вызов у нас это задержание преступника. Он, возможно, вооружен. Есть ордер на арест. И он, по-моему, направляется к порту или типа того. Посмотрите, насколько он далеко. Не знаю, почему мне такое задание дали. А, уже поближе немножко. Что-то не понимаю. Он двигается куда? Он направляется наоборот в Лос-Сантос? Или что происходит? Ладно, давайте попробуем его нагнать. Ну и нам нужно будет его обезвредить, потому что он все-таки вооружен. И, конечно же, арестовать. В лучшем случае. В худшем придется его убить. Так, он все ближе и ближе к нам. По-моему, он вообще в аэропорт передвигается. К аэропорту. И хочет вообще слинять из страны. Не знаю, успею ли я задержать его. Но чувствую, что не успею. Потому что он практически рядом с аэропортом. Вот, смотрите. Он уже практически, можно сказать, залез в самолет. Вот, что-то мне кажется, что я не успею ни хрена. Был бы у меня вертолет, тогда бы я, возможно, еще успел. А так, я слишком далеко находился. И почему-то странный какой-то вызов. Я все-таки был в Лос-Сантосе, а меня направили куда-то вообще за город. И очень далеко. Тормозим. Проехал поворот. Так, посмотрим, где он. А, нет, смотрите, он проехал. Как ни странно, он проехал аэропорт. И, возможно, тогда как раз-то в Лос-Сантос направляется. Возможно, поэтому мне дали этот вызов. И надо было оставаться в Лос-Сантосе. И, собственно, поджидать его. Расставить, например, шипы где-нибудь. И, собственно, ждать, пока он сам не попадет к нам в руки. По-прежнему преследую преступника. И да, похоже, он заезжает в Лос-Сантос. Зря я вообще оттуда выехал. Ну, просто, смотрите, круг такой я большой сделал. Сейчас еще тут встрял на какой-то стройке. Отсюда очень сложно выехать. По крайней мере, быстро выехать. Явно не удастся. Выехал на асфальт. Дело теперь пойдет немножко быстрее. Но, мне кажется, я уже его не догоню. Похоже, он, правда, направляется в порт. И хочет как-то скрыться. Нет, похоже, он все-таки скроется. Ну, я просто не в состоянии его догнать. Хотя у меня такой вот спорткар. Я все равно не могу его догнать. Он слишком быстро движется. И он уже, по-моему, в порту. Да, смотрите, он уже практически в порту. И сейчас, возможно, скроется. И это будет первый фейл офицера Мерфи. Да, он где-то уже в порту. Чувствую, я не успею его задержать. Он, наверное, уже уплывает. Так, посторонись, полиция! Так, заносик небольшой. Хотя, возможно, и успею. Смотрите, пока что вроде и не скрылся. Это не он, случайно? Да, это он, ублюдок, бежит. Мразь. Хотел скрыться от нас. Так, все, давайте вылезать. Берем шокер. Шмаляем шокером. Да давай, блин, что не работает? Шокер не выбрался почему-то. Ну, опять он начинает убегать. Тут еще и фура мешает. Придется немножко пострелять по ногам. Он вроде еще живой. Вот, теперь дело лучше пойдет. Теперь берем шокер. Шмаляем ему в спину. Так, и арестовываем, собственно. Да стой ты, мразь! Все, я тебя поймал. Вот еще, кстати, подмога. Сразу приехала. Я думал, они ехали за грузовиком. Но нет, это моя подмога. Так, все. Вот мы и задержали преступника, который хотел свалить через порт. Но ему это не удалось. Вот это, по-моему, какой-то латинус. Да, очень на латинуса похож. Что ж, опасный преступник задержан. Давайте посмотрим, что у него было в багажнике, в его автомобиле. Посмотрите, какой у него автомобиль. Я бы на таком тоже не против покататься. И, кстати, было написано, что он вооружен, хотя он по нам не стрелял. Так, опа-па, какой-то кейсик непонятный. Или что это? Так, я провалился в машину. И ничего интересного. Но я застрял теперь в его машине. Нет, все-таки выбрался, споткнулся и упал. Она бронированная, смотрите, защищенная. Видимо, хотели, чтобы я пытался бронированную защищенную машину остановить. Но он в порту уже из нее вылез. Так, куда копы-то? Поехали. Заберите этого чувака. Вы что, слепые? Вот же он. Я не хочу его везти никуда. Полиция, помощь. Алло. Куда они уехали? Они, похоже, заблудились. Вот, возвращаются. Заберите этого Латиноса. Куда? Куда вы поехали? Алло, я здесь. Стойте. Короче, я не знаю, что происходит. Полиция гоняет по кругу. И Латинос тоже начал наворачивать круги. Или кто это? Это уже какой-то другой чувак. Латинос, по-моему, куда-то вообще убежал. Не знаю, куда он, в общем, пропал. Возможно, он портнулся к ним в машину. Но что-то я сомневаюсь. Будем считать, короче, что виноваты они. А не я. Я все-таки его задержал. Все нормально было. Итак, а у нас следующий вызов. Прямо возле нас заспаунилась горящая машина. Горящий автомобиль. Я не знаю, что делать. Как бы пожарных нужно, наверное, вызывать. Да, давайте вызывать пожарных. Больше мы ничего не сделаем. Можем как-нибудь перекрыть движение, чтобы никто еще не сгорел. Давайте вот так вот сделаем. Просто оставим здесь машину и попробуем вызвать пожарных. Так, а вот и пожарная служба. Они выбегают с огнетушителями. И сейчас все сделают. Всю работу. Сейчас потушит огонь. Ну, это было простое задание. Согласитесь. Да, все. Вот только кто будет убирать теперь эту машину с дороги? Вот это уже непонятно. Так, а я что-то еще могу сделать? А, вот написано вызвать эвакуатор. А как это сделать? Также написано press end, чтобы, собственно, закончить вызов. Не очень понимаю. Если я нажму сейчас end, то просто вызов закончится или эвакуатор приедет? Ладно, давайте попытаемся. По-моему, ни хрена никто не приедет. Надо было все-таки вызывать как-то по-другому эвакуатор. Ладно, надеюсь, я чуть попозже узнаю, как вызывать эвакуатор. Вы видели, как виляет этот чувак? По-моему, он пьяный. Давайте его тормознем. Ну-ка, тормози. Пьянчуга. Так, он резко затормозил. Давайте перекроем ему выезд. И спросим, что он, собственно, принимал сегодня. Или бухал. Итак, для начала поздороваемся. Hello. Теперь можно либо выписать штраф, либо предупреждение, либо попросить выйти из машины. Давайте для начала потребуем его права. Так, он вроде дает нам права. И кто это у нас? Джон Лоб. Пробьем его тогда по компьютеру. Как-то так его зовут. И... Нет, неправильно. Да, все правильно. Так, субъект разыскивается полицией. Ну, все понятно. Давайте тогда, собственно, задерживать. Возьмем электрошокер на всякий случай. Так, ну-ка, выйдите из машины. Он сам вроде вышел. Куда, блин, пропадает мой шокер все время? Так, а теперь на землю. Не надо. Не надо залезать обратно в машину. Думал свалить уже. Главное, вышел из машины и хотел обратно забраться. Нет, чувак. Ты уже решил, что хочешь даться. Так, и давайте, как всегда, проверим багажник нашего подозреваемого. Так, и у него в багажнике... Что же у него в багажнике? Какие-то непонятные ключи. Не знаю, что это значит. Возможно, ключи для взлома или типа того. Следующий вызов это хулиганство где-то здесь поблизости. Давайте посмотрим на этих хулиганов и что они вообще творят. Сейчас мы их задержим, скорее всего. Будем надеяться, что они безоружные. Скорее всего они безоружные. Но это же все-таки хулиганы. Они должны быть безобидные. Где-то здесь они хулиганят. Что они хоть делают-то? Так, придется, наверное, отсюда заехать. Пока никого не вижу. Так, а вот и вижу. По-моему, он кому-то угрожает. Так, ну-ка. Возьмем пистолет. Эй, чувак! На землю! Что произошло? Они двое испугались. Он куда-то начал убегать. Врезался в забор, спотыкается. Так, все, чувак, ты дохулиганился. Забор его просто избил. Так, да стой ты, блин, все. Все, хулиганство закончилось. Это что, кирпич? Ты что, угрожал кирпичом какого-то чуваку? Или ты шутил? Это, знаете, пранкер какой-то, по-моему. Направил на кого-то оружие, а потом кричал. Ицепрэнк, ицепрэнк. Так, вы его заберете? Полиция? Помощь? Давайте, забирайте его. Пришлось самому его везти. Что ж, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.